Рада вас всех приветствовать. У нас очередной прямой эфир. Вначале, как всегда, скажу несколько слов себе, кто со мной знаком, напомню себе, кто не знаком, скажу. Меня зовут Диана Комлыч, я психолог, расстановщик и травматерапевт. Работаю много и с индивидуальными запросами, и с семейными, и с парами, с бизнесом, с очень разными вопросами. И сегодня на нашем прямом эфире, который у нас продлится где-то минут 30-40, мы с вами будем говорить о семье, будем продолжать говорить о семье. Начали мы в прошлом, не две недели назад, кто кого не было, вы можете запись найти на нашем канале. И говорить мы будем сегодня о семье в ракурсе законов, то есть мы с вами сегодня остановимся на семейных законах. Для нашего с вами общения за час, если вы хотите писать вопросы или комментарии, или общаться со мной во время эфира, пожалуйста, вот в предыдущем посте, последнем перед эфиром, в комментариях можно писать свои комментарии, я их буду видеть, читать, или Маша мне будет зачитывать. Вот, поэтому общение там. К сожалению, да, только пока я вещаю, вы слушаете, ну, будем тогда общаться в чате. И, как я уже сказала, сегодня поговорим о законах, которые действуют в семье. Эти законы были всегда, но мы о них не знали. И благодаря Берту Хеллингеру, который начал практиковать расстановки, он начал заниматься этим очень практически. И он прежде, до этого много лет медитировал, был монахом. И поэтому он, благодаря ему, открыты были семейные законы. Они действуют, у меня есть для вас одна новость, я не знаю, хорошая она или плохая, что эти законы действуют вне зависимости от того, знаем мы о них или нет. Поэтому лучше их знать. И когда ты их знаешь, когда ты в них ориентируешься, тогда ты можешь посмотреть, во-первых, лучше понять себя, и лучше понять, что же со мной происходит, почему у меня что-то не получается, или почему у меня складывается не так, как я хочу. Или, например, вот пришел мужчина, говорит, я хочу найти себя, я не понимаю, что со мной происходит, я не понимаю, кто я, что я. Он очень, я была прямо приятно удивлена. Он сказал, я манипулирую людьми, я вижу, как шахматную доску. И, в общем, очень интересные назвал моменты. Но я несчастлив, говорит, у меня нет ощущения, что я же проживаю свою жизнь. Или с какими еще вопросами люди обращаются. Например, не складываются партнерские отношения. Очень часто не могу понять, кто я, не могу понять, чем мне заниматься. Это касается и ваших отношений с жизнью. И касаться, могут быть, законы влияют на отношения с близкими. И вот, например, пример был последний. Тоже женщина пришла, у нее ребенок инвалид, не понимает, в чем дело, что с ним такое. И мы тоже пригласили ее на расстановку. И там поднялась очень большая, такая весомая семейная история, трагическая семейная история, которая оказала влияние на всю семью и которая оказала влияние на ее ребенка. Итак, повторю еще раз. Законы отявляют вне того, знаем мы о них или нет. И лучше их знать. Сегодня их три. Три основных закона. Это принадлежность, иерархия и баланс давать и брать. И я вам сейчас буду их раскрывать, рассказывать, в чем состоит сам закон. И расскажу сейчас, в чем могут быть там проблемы с ним и что с этим можно делать. И по ходу вы задавайте тоже вопросы. У меня здесь вот тоже есть четыре вопроса. Прислали до эфира. Какие-то из них подходят к нашему эфиру, какие-то не очень. Но в любом случае постараюсь на все ответить. Итак, первый закон – это закон принадлежности. Что это значит? Это значит, что мы живем здесь не одни. И что мы принадлежим к семье, к определенной семейной системе, в которой мы родились. И этих систем… Первая наша семейная система – это родительская семейная система. Потом мы создаем свою нынешнюю. Кроме этого, наших систем может быть большое множество. И законы эти действуют… В первую очередь, мы сегодня остановимся на семейной системе, чтобы нам не распыляться. Принадлежность. Что это значит? Это значит, что все члены семьи имеют равное право на принадлежность. Вне зависимости от того, кто они, вне зависимости от того, что они сделали. И все. Нравится вам этот человек, не нравится. Из семейной системы выйти невозможно. Как мы уже знаем, что на нас влияют семь поколений, которые были до нас. Это уже доказали генетики. И у нас в генах записана информация семи поколений. То есть равное право на принадлежность. Что порой происходит? Порой самое первое нарушение принадлежности – это когда человека исключают. И исключают можно по разным причинам. Исключать можно по причине того, что не угодил кому-то, или не такой, как все, или белая ворона, или гадкий утенок в нашей тут прекрасной семье. Его просто исключают из семьи, забывают о нем. Куда-то уехал, вроде бы и говорят, но на самом деле его исключили. И, кстати, бывают два вида исключения. Бывает, что вообще не знают о том, что человек был в семье. Это один вид, когда следующее поколение не знают. А бывает, что вроде бы и есть, но его в расстановке приходят, расставляют, и видно, что он исключен. А на него даже никто не смотрит. В чем здесь этот закон, когда он нарушается, мы не можем. Мы пришли в эту семью точно так же, как и все остальные. И точно так же, как мы имеем право к ней принадлежать, точно так же и все остальные. И если человек исключается, это действует таким образом, что позже это имеет очень плохое влияние на всю систему. Во-первых, одна из вещей, что может родиться кто-то позже, через одно поколение, два, или даже сразу же следующее поколение, и он будет идентифицирован с этим человеком, повторять его повадки, повторять, как он себя ведет. Например, первый муж, жена, женщина вышла замуж, не получилось у нее ничего с мужем, она с ним развелась. Вот яркий такой пример, выходит второй раз замуж. И очень часто их ребенок во втором браке идентифицирован с ее первым мужем и сводит их с ума. Их всю жизнь просто разрушает. Что с этим делать? Первое, это этой женщине нужно дать место, сказать, да, ты был моим первым мужем, и по какой-то причине у нас не получилось, да, я ушла, потому что ты пил, или ты мне изменял, или я полюбила другого. И причины здесь могут быть очень разные, но здесь очень важно понять, допустить и дать этому место в своей системе и в своем сердце, по большому счету. Что я получила своего второго мужа и наше счастье, нашего ребенка, благодаря тому, что я с тобой рассталась, да, и я беру на себя свою часть ответственности, отдаю тебе твою, и мы, и вот здесь очень-очень важно. Жизнь очень непредсказуемая штука, и всякое может случиться, но очень важно не исключать тех, кто к ней принадлежал. И если мы говорим про нашу родительскую семью, например, вы можете даже не знать, а, некоторые люди приходят и говорят, ну да, там я помню, вроде бы у дедушки и прадедушки была первая жена, или там невеста была, он потом полюбил мою бабушку, ушел к ней. И понимаете здесь, как оно начинает плохо действовать? Оно плохо начинает действовать, если там кто-то не взял на себя ответственность, исключил другого человека, просто забыл. Он влюбился, этот пример возьмем с невестой, с которой встречался, потом встретил бабушку и ушел к ней, ничего не сказав той. Вот тогда этот закон, нарушение закона, оно очень плачевно имеет последствия, в особенности для предков, потомков, для потомков этой пары, да, то есть для детей и для внуков и для правнуков. Например, рождается кто-то и не может устроить свою семью, или все время его бросают, то есть он как бы повторяет судьбу этой женщины. И здесь, чтобы наладить, чтобы наладить порядок, навести порядок и как бы попытаться на своем месте исправить эту ошибку своих предков, нужно посмотреть на эту женщину, увидеть ее и дать ей место в своем сердце. Вот, очень важно, никого не исключаем, даже преступников. Берт Хеллингер в начале работы, вот кто читает его книги, в книге «Порядки любви», там он указывал на то, что у этого закона есть одно исключение. Преступники, кто совершил очень тяжкое преступление, это единственное исключение, и даже в расстановке выводил их за дверь, но потом и он сам, и другие коллеги увидели, что это не работает. Поэтому, даже если у вас был кто-то там, дед или отец, кто обижал вас, кто бил вас, посмотреть ему в глаза, представить его перед собой и сказать, что все, что ты делал, я оставляю тебе, тот вред, который нанес ты мне, я оставляю тебе, это твое, и ты мой отец, или ты мой дед, вот это очень важно, или ты была первой женой моего отца или моего деда. Поэтому очень важно наводить справки, насколько можете, насколько можете наводить справки и узнавать, как можно лучше историю своей семьи, в особенности последние хотя бы три поколения, насколько сможете. И точно так же, как мы не должны нести ответственности за преступление или за нарушение законов кого-то из наших предков, точно так же мы не имеем права ни на какие их достижения. Поэтому передача титулов по наследству, это по законам не очень хорошо, и поэтому часто имеет тоже плачевные последствия. Вот так. Даже если вы не знакомы были с человеком, даже если вы не подозревали о его существовании, он все равно влияет на вас, и особенно влияют тайны. Вот почему очень важно, хотя бы сейчас, те вот из вас, кто слушает, кто смотрит этот эфир, со своего места дать место увидеть, увидеть всех тех, кто был в вашей жизни, кто играл важную роль в вашей жизни. В первую очередь, конечно, это кровные наши родственники, но к нашей семье с системной точки зрения, то бишь с судьбоносной точки зрения, относятся не только к кровные члены нашей семьи, кроме вас самих, ваших родителей, братьев, сестер к вам относятся. Во-первых, абортированные, естественно, рано умершие к вам относятся, бывшие партнеры ваших родителей, поэтому важно узнавать и понимать, что ты… Как дать место? Сказать, что да, ты внутри, ты была первой женой моего отца, и ты уступила место моей маме. И даже если некоторые же там ругают предыдущих партнеров, он был такой-сякой, или, ну, понятно, просто так люди же не разводятся. В любом случае очень важно либо сказать, что я, моя мама, получила моего отца, потому что у вас не сложилось, потому что ты ему изменила, или наоборот, мой отец, мне жаль, но мой отец выбрал мою маму, он, когда был женат с тобой, встретился с ней, и ты принадлежишь к нам. Вот это очень часто, индивидуально ко мне люди приходят, на расстановки. Это очень часто, как сказала одна женщина, занозы из сердца. У неё порог сердца был. Очень интересно. И когда она стала, мы с ней стали работать, и я на столе выставляю фигурки с членами её семьи, и она смотрит на первую жену своего отца, и впервые в жизни она даёт ей место. Она говорит, ты принадлежишь к нам. Вот волшебное слово. Ты принадлежишь к нам. Вне зависимости от того, что ты сделала, или вне зависимости от того, что тебе сделали. Ты всё равно наша. Всё. И тогда, и сколько раз убеждаюсь. Бывают исключения, но в основном тот человек, о котором забыли, которого исключили, он начинает хорошо смотреть на того, кто с ним разговаривает. И, естественно, если есть претензии или есть вина, то она не к вам направлена. И тогда можно дать место и понять, что вот, вам здесь нужно разбираться на этом уровне. Но в любом случае делает реально волшебство вот такие вещи, когда ты проводишь ревизию и даёшь место всем тем, кто принадлежит к твоей семье. И повторюсь, принадлежат не только всё хорошее, но принадлежит и не очень хорошее. И если ваш прадед совершил какие-то преступления на войне или ещё где-то убивал людей, нужно увидеть его жертв. Или где-то ещё был. Или всякое бывает, кого-то обидел. Очень важно сказать ему, или обидел вашу бабушку, дед, например, бросил её одну с детьми. Таких людей тоже исключают. И поэтому здесь очень важно сказать, что да, ты обидел бабушку, ты причинил ей вред, и это твоя ответственность. И вообще я понятия не имею, что между вами произошло. И ты мой дед. Ты бросил бабушку с детьми, и ты мой дед. Потому что благодаря тебе на свет появился мой отец, и благодаря тебе на свет появилась я. И это опять пустоты начинают заполняться. И вот эти вихри нездоровые, маленькие смерчи, они тоже начинают успокаиваться. Вот так. Если есть какие-то вопросы, пишите. И вот эта принадлежность, она на нашу жизнь очень влияет. Очень. И очень много проблем и со здоровьем, и в отношениях, и вообще в жизни, связаны как раз именно с тем, что кто-то в семье был исключён, и мы проживаем его жизнь, или мы не хотим давать ему место, и это очень нехорошее имеет последствия для нас. Это очень нехорошее имеет для нас динамику. Да, вот это первый закон. Принадлежность. Запомнить раз и навсегда. Все имеют одинаковое, равное право принадлежать к семье. И очень рекомендую, можете после эфира сесть и написать, по крайней мере тех, то, что вы помните, знаете, кто принадлежит к моей семье, и посмотреть пробелы, кого я не знаю, чьи судьбы не знаю, или где вы чувствуете, что где-то кто-то там есть, но что-то о нём не говорят. Или, например, там, умершая жена в родах от моего прадеда. Ведь к вашей семье принадлежит и эта жена прадеда, и её ребёнок. А иногда исключают из семейной системы тех, кого потеряли. Например, рано умерших детей, или детей, которые умерли сразу после родов. Вот одна история была, я её помню в книге Берта Хеллингера о порядке любви, о том, как в 90-х годах ещё родители с пятилетним мальчиком обратились к специалисту, и не могли понять, в чём дело. Он всё время носит только женские одежды, не снимает, невозможно ничего сделать с ним. И он им спрашивал, разговаривал, они хотели разобраться, в чём же дело. И когда они, во время разговора, они, сколько у вас детей было? Один. А потом во время разговора что-то он у них спросил, а сколько было беременности, как-то так. И оказалось, что было две беременности, и что до этого мальчика у них родилась дочь, девочка, и она прожила несколько часов и умерла. И им было так больно, они её похоронили, всё сделали как надо, им было так больно, что они внутри у себя её исключили. Они о ней не вспоминали, они о ней не говорили никогда, они просто её забыли, потому что очень больно было. И потом у них родился мальчик, и этот мальчик, он внутри, в душе, что такое идентифицировался? Соединился с исключённым, соединился с этим человеком, как бы стал проявлять его в своей жизни, в жизни своих родителей, напоминать им об их потерянной девочке. И что мой коллега им порекомендовал? Он порекомендовал им, мальчик бегал всё время, он, во-первых, говорил у них, они там слёзы начались, он им порекомендовал посмотреть на эту девочку, дать ей место в своём сердце, вдвоём погоревать о ней, сделать какой-нибудь ритуал в память о ней, например, дерево посадить, прекрасный ритуал. И порекомендовал, когда они придут домой, когда будут накрывать стол на ужин, поставить ей прибор. Пришли они домой, и этот мальчик стал помогать, это реальная история, мальчик стал помогать, и маме бегал-бегал, накрывали на стол, поставили тарелочку для дочки, вспомнили о ней, как будто бы, они сами говорили, как будто бы в сердце освободилось место для неё, даже было больно, горько, но всё равно они стали её видеть, иначе что такое исключают? Исключают, когда я не хочу обращать внимание. И что, мальчик бегал-бегал их сын, и потом в какой-то момент он исчез. Исчез, не было минут 20, и он вернулся в штанишках, в шортиках, в рубашке или в майке, не знаю уже в чём, и всё, он больше, он принёс маме куклы, и сказал, они мне больше не нужны, и больше они его не видели в девичьей одежде. Вот такие вещи. Вплоть до того, что особенно если идентификация происходит с кем-то другого пола, да, могут бы происходить такие вот вещи, что как будто бы человек себя чувствует не в своём теле. Хотя на самом деле всё наоборот. Как будто бы в одном теле две души. Принадлежность. Очень важная вещь. Знать, кто принадлежит, какие бы негодяи они ни были. И вот что ещё важно в принадлежности. Точно. Обязательно должна сказать. Ведь бывает же так, что я же это об этом сама говорю, что если ваши родители наносят вам вред, да, или кто-то, ну, явно вас третирует, или родители, разные же родители есть, прессуют, или, ну, по сути дела, третируют, травмируют, вы имеете полное право с ними не общаться. И вы всё равно члены моей семьи. Понимаете? Вот здесь, оно не противоречит ни в коем случае, что эти люди, мама и папа, они и есть мои родители. И они мне дали жизнь, и они были и есть моими родителями, они принадлежат к моей семье. И я приняла решение, мама, не общаться с тобой какое-то время, потому что ты настраиваешь моих детей против меня, потому что после общения с тобой я себя плохо чувствую, одно с другим не связываем. Всё. То есть вы имеете полное право не общаться с тем, кто приносит вам вред, и в то же самое время это человек, член вашей семьи. Вот что очень важно. Второй закон. Второй закон – это иерархия. Иерархия звучит так. Кто раньше пришёл в систему, тот имеет в ней преимущества. Иерархия следит за тем, чтобы жизнь текла. Чтобы жизнь текла. Когда-то были наши прапрадеды, потом прадеды, прабабушки, бабушки, дедушки, родители, потом мы, дальше наши дети, внуки. Жизнь идёт оттуда дальше. Что у нас часто происходит? Как нарушается иерархия? Иерархия – это те, кто пришёл раньше, они по статусу выше. Я это иногда представляю иерархию, что как в школе, когда я училась, была кафедра, как учитель там стоял. И иерархия говорит, что те, кто пришли раньше, вот как знать, поговорка есть правильная, хорошая, но её иногда понимают неправильно. Старикам у нас что-то… Молодёжи у нас… Старикам почёта, молодёжи – дорога. Сейчас вам точно не скажу, вылетела из головы. Так вот, именно об этом идёт речь. Те, кто раньше пришли в системе, они уже внесли свой вклад в то, чтобы эта система существовала, чтобы ваша семья существовала. Именно поэтому уважение к ним. Но уважение не значит, что петь под их дудку, потому что молодёжи тоже дорогу нужно давать. И молодёжь пришла здесь, чтобы подхватить эстафету тех, кто был раньше, и дальше делать свой… вносить свой вклад в то, чтобы жизнь продолжалась дальше. И поэтому здесь вот это очень важно. И в иерархии нарушения бывают тоже массированные. Например, когда дети становятся родителями для своих родителей, начинают их опекать. И тогда их собственные дети оказываются сиротами, потому что ты не можешь разорваться. Или, если ты полностью опекаешь родителей, полностью за ними следишь, у тебя нет места, ты не можешь завести свою семью, потому что у тебя уже есть дети. Это тоже нарушение иерархии. Или, когда кто-то из детей становится, чувствуя, что у кого-то из родителей, что у родителей нету, как у мужа и жены, отношений хороших, вскакивают в эту проблемную зону и становятся партнёрами либо для папы, либо для мамы, либо ассистентом. И это тоже приводит к тому, что человек не может, он занят уже, у него уже место партнёра занято, и он не может пойти в свою жизнь и не может выполнять как бы свои задачи жизненные, не может свою жизнь жить и не может завести семью, не может завести все партнёра, потому что он занят вот на этом уровне, на уровне родителей, да, могут быть родителями для них, могут быть здесь. И ещё есть третье нарушение закона в жизни, когда родители так не хотят стареть, что всё время пытаются своих детей удержать в детских штанишках, и тогда уже взрослый мужчина или взрослая женщина откуда инфантильность берётся, говорит, что «дорогие папа и мама, я навсегда буду деткой для вас». И поэтому вот у меня здесь есть один вопрос, я обязательно к нему потом обращусь, он очень хороший вопрос, как раз про на месте ребёнка, это Наталья, обязательно мы к нему обратимся, это очень такой монета о двух сторонах. Здесь нужно понимать правильное место для себя найти, очень важно соблюдать иерархию, и в иерархии это порядок, каждый имеет своё место, не перепрыгивать через голову родителей, не подниматься на уровень родителей, я младше вас, я всего лишь ваш ребёнок на самом деле, да, какие здесь вещи помогают, самому себе сказать для начала, а им сказать, не втягивайте меня в ваши отношения, что не надо мне жаловаться друг на друга, вот запретить, просто сказать, что если будете жаловаться друг на друга, я буду класть трубки, я не ваш ассистент, и я не судья, это ваши отношения, как мужа и жены, а я всего лишь ваш ребёнок, вот это волшебная фраза, я ваш ребёнок. Перестать опекать своих родителей, один мудрый человек как-то сказал, что в маразме стариков виноваты слишком хорошие дети, и это правда, когда дети начинают своих родителей засовывать в штанишки детские, в детские ясельки, начинают их опекать ещё до того, помогать родителям обязательно нужно, конечно, по мере, но по мере необходимости, и не вредя себе и своей нынешней семье, потому что в иерархии есть одна очень важная вещь, если говорить, вот одна система родительская, в ней кто раньше пришёл, тот как бы преимущество имеет, если мы говорим о системах, новая система и старая, это единственная вещь, где в обратную сторону идёт законы иерархии, новая система, вот это запомните для себя, для своих детей, новая система имеет преимущество перед старой, почему? Потому что по законам жизни старая система выполнила свою роль, она вырастила детей, или, если не, да, ну так как мы говорим, или сделала что-то на благо жизни, а новая система, она создалась для того, чтобы передать жизнь дальше, для того, чтобы жизнь дальше существовала, для того, чтобы созидать что-то, и поэтому, как я и говорила в прошлый раз, когда мы говорили про родительскую семью и про нынешнюю свою интересы нынешней вашей семьи должны иметь приоритеты перед родительской некоторым людям это очень трудно выдержать но если вы желаете добра себе своей семье и своим родителям в том числе вам придется научиться им отказывать и сказать подождите дорогие мне нужно подумать самому какие у меня планы мне нужно посоветоваться со своей второй половинкой и посмотреть готовы ли мы если у нас временные и энергетические ресурсы помочь вам все и здесь мы плавно переходим к третьему закону а именно закону давать баланс соблюдать баланс давать брать баланс давайте брать во вселенной на земле у нас все что подлежит этому закону что это значит что ты даешь и обязательно тебе должно возвращаться и этот закон действует между всеми людьми между с любыми отношениями кроме двух исключений родители дети и учителя и ученики мы никогда в жизни не можем вернуть своим родителям этого огромного дара под названием жизнь жизнь настолько велика и они устаю это повторять что даже те кто отказался от детей значит у них хватило их сил энергии только на то чтобы дать жизнь и отказаться от них или если там родители вам не додали чего-то но жизнь ваша настолько велика это такой большой подарок что вы никогда в жизни не сможете им вернуть и когда вы растете что происходит давление идет идет баланс не соблюдается родители дают дают стают по ночам и в школу водят часть своей жизни на вас тратят никуда не деться ради это работа такая у родителей дают вам дают и тогда вырастая человек уходит свою жизнь под этим давлением то есть он никогда в жизни не может вернуть родитель некоторые застревают вот и тогда начинается они начинают опекать своих родителей пытаясь им вернуть долг да и это часто слышала в чем здесь нарушение бывает что дети вместо того чтобы уйти в свою жизнь предварительно повернувшись к родителям поблагодарив их сказать что да я принимаю свою жизнь от вас спасибо вам огромное для все что вы для меня сделали это если вы чувствуете что можете это им сказать если они были не очень присутствовали в вашей жизни и были холодно эмоционально или не додали чего-то или обижали вас и этому дать место что я принимаю свою жизнь от вас и соглашаюсь всем тем что я не получила от вас и я отпускаю вас вы мои родители до были есть и будете и я принимаю свою жизнь от нас от вас и сделаю из нее что-нибудь хорошее и пойду чуть дальше чем вы и верну вам через своих детей или через свою жизнь или тем что буду жить счастливой с удовольствием вот как мы можем вернуть не напрямую родителям а передав жизнь дальше и я уже говорил о том что если есть бесплодие почему люди так страдают от бесплодия именно потому что у них есть это давление передать жизнь дальше есть вариант когда сделать что-то на благо жизни подумать делать определенные шаги по возможности попробовать ну из кто хочет ребенка чтобы родить его но если это не получается подумать что я могу такое сделать хорошее в жизни чтобы внести свой вклад чтобы жизнь шла дальше вот точно так же с учителями мы никогда не можем им вернуть все то что они вложили в нас как мы это можем сделать тем что все те знания которые мы от них получили и все то что они нам дали если мы потом применим их своей жизни и точно так же если мы потом успешными становимся в жизни тогда это делает учителей наполненными они понимают что их вклад был не напрасен во всех остальных ситуациях в том числе очень важно мужа и жены обязательно должен быть баланс давайте брать когда я слышу о том что любовь все вытянет это все не так на любви на эмоциях начинается на химии на любви на теплых чувствах друг другу а дальше нужно для того чтобы ваша любовь расцвела в нее нужно ее нужно удобрять если говорить про расцвела и про цветок если говорить это в виде ну костра туда нужно подкладывать поленье и для того чтобы она расцвела нужно давать что-то друг другу и принимать есть люди которым с удовольствием дают но им очень трудно принимать но опять же возможно в семье вы не все нужно скорее всего в семье вы только давали 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 и не умеете принимать и тогда что получается такие отношения кривые или вы начинаете требовать от своего партнера то что он не может вам дать здесь очень важно давать столько сколько ваш партнер может принять и точно также учиться от него принимать не столько же давать давай чуть чуть больше в хорошем если вы хотите чтобы ваши отношения развивались нужно давать чуть больше чем дали вам и тогда другой человек он начинает как как это быть должным как будто бы теряет равновесие ему хочется вернуть и он возвращает вам и вернуть нужно тоже чуть чуть больше и тогда вы приняв то что он сделал для вас хочется сделать что-то хорошее для него но здесь очень важные моменты во первых это мы в магазин пришли мы взяли товар дали деньги мы пришли к нулю мы это тоже баланс давайте брать и все и на нас ничего не связывает если вы хотите чтобы вас связывало с человеком давайте чуть чуть больше но не заливайте его потому что тогда во первых вы не его родители чтобы его заливать и дайте ему шанс вам что-то вернуть не принимайте то что ваш партнер хочет сделать для вас и говорите ему своих желаниях никто не умеет читать мысли если вы чего-то хотите скажите об этом и обязательно в паре должен быть торг пусть это звучит немного грубо потому что сесть и обсуждать что я хочу от тебя вот это можешь ли ты мне это дать и иногда второй партнер говорит да с удовольствием а иногда он говорит нет ты знаешь для меня это ну неприемлемо давай обдумаем как мы это можем сделать и вы находите этот вариант переговоры ведете до тех пор пока наконец вы не услышите друг друга и точно также потом он свое одно желание говорит и вы вместе обсуждаете да у меня есть одна семейная пара я их очень люблю они почти 40 лет вместе и они там не не мужчина приходя домой разбрасывает носки а жена приходит домой и всю свою одежду не разбрасывает и он с большой любовью к ней собирает это он и он ее любит и она это знает что он из любви к ней соберет за ней она из любви к нему готовит ему вкусный ужин и он это знает и вот это очень важно ни один человек ничего не должен ни один взрослый человек ничего не должен другому это родители кто родил детей они должны детей своих холить лилеть и баловать и любить они один взрослый человек не должен это нужно знать и если второй человек что-то делает для меня то по крайней мере уже принимайте это с благодарностью и если это не то что вы хотите скажите ему об этом скажите спокойно ровно попробуйте мягко как получится письмо напишите что это не совсем то что мне нужно что мне нужно вот это и это и тогда вот баланс давайте брать тоже крайне важно чтобы сохранялся вот вот это три важных закона семьи и подробнее вы можете почитать в книгах вот очень рекомендую книга якобы шнайдера семейные расстановки называется она вообще очень хорошо написано очень методично то что он учитель по первому образованию там очень четко и ясно написано эти законы чтобы их понять и чтобы их проживать если у кого-то какие-то вопросы пожалуйста а вот и пишут а я не вижу как насчет абортов считаются ли они да да диана считаются значит аборты это тоже это опять же о том же если вы читаете книги берта хеллингера в начале девяностых многие вещи они до сих пор развиваются но тогда многие вещи еще он не до конца исследовал вообще все эти семейные за системные законы они через практику все и были открыты и потом подтверждаются каждый раз так вот в начале девяностых годах берт хеллингер утверждал что аборт это дело матери и что вообще вся ответственность на только на женщине что это ее дело и они аборта никакого влияния не имеют потом оказалось имеют точно даже как исключенных настали назад заводить в комнату точно также и здесь значит с точки зрения абортов если у ваших родителей были аборты ваша задача не пялиться туда все время и не все время сидеть и жалеть ай-яй-яй какие мои родители или как же так жалко все я не могу себе позволить жить ваша задача дать место этим абортированным братьям и сестрам сказать что нас не двое например а пятеро и я вижу вам и я номер там один или пять или три и я принимаю свою жизнь и буду жить с удовольствием и пожалуйста смотрите приветливый это то как можно самому сделать дать место им не осуждать своих родителей с одной стороны это запрещено с этой точки зрения это их ответственность но кто вы такой чтобы их осуждать это их ответственность и оставить эти аборты им внутренне если вы как родители аборты у вас были а быть и о них нужно обязательно знать абортом тоже абортированным детям тоже нужно дать место абортированные дети точно также принадлежат к семейной системе так татьяна написала правильно ли я поняла что есть взаимосвязь старческой деменции тем что в свое время родители не отпустил ребенка из детских штанишек вот здесь не скажу деменция это очень сложная болезнь системная естественно по какой-то причине перегрузка вообще открытие этих семейных законов и открытие того что мы не одни не в вакууме а что на нас влияют события которые были до нас они просто прорыв какой-то сделали спасибо за это берту хеллингеру и потом кстати генетики уже с тех пор как открыли эпигене ну то что у нас гены есть и там все записано подтвердили все то что он начал говорить еще в 90-х годах что у нас записана информация семи поколений это не очень хорошая новость ну что там было и много хорошего но было много плохого и хорошая новость состоит в том что с этим можно работать это можно убирать я за что люблю расстановки они очень хорошая метод для того чтобы работать с этим и вот еще на что на нас влияет негативно влияют негативно не сами события а то как с ними поступили не то чтобы дедушка ушел от своей невесты к вашей бабушке потому что полюбил ее а то как он обошелся с ней что он не поговорил с ней не дал место ей боли не взял на себя ответственность почему войну женщин били по лицу которые получили эту похоронку чтобы она не застывала в своей боли понимаете вот эти не переработанные события чувства эмоции и не взятая на себя ответственность и исключенные люди вот это все превратилось как в раковые опухоли семейных систем которые просачиваются дальше и затрагивают всех нас и поэтому деменция здесь не приходит почему так много и альцгеймера и деменции потому что наши семейные системы перегружены и уже человек не выдерживает нервная система не выдерживает вот этого комок снежного кома груза который оттуда тянется событие началось какое-то и она потом не переработана в следующем поколении но усугубилась следующему усугубилась и поэтому вот эти старейшины одного из африканских племен которые вот где кстати берхеннгер и почерпнул идею про предков он и там вдохновился они говорят для них для них предки это ресурс и они очень с природой с предками очень в таком тесной связи а они правильно очень сказали что в западном мире было так много всего и семьи в общественном виде и в семейных отношениях и она была не переработана тяжелое что предки перестали бы для нас ресурсом а стали грузом меня вот такой длинный ответ но вот по поводу деменции альцгеймера и вот других таких вещей что нервная система уже не выдерживает всего этого и отсюда деменция человек как в киселе человек как он не может больше между нейронами не могут пробежать уже нормально электрические связи вот поэтому с деменцией здесь дело в том что если вы если вот в маразме стариков то есть это те старики те пожилые люди которые в детство впадают то есть которые манипулировать начинают ой все болит нету принесите мне и здесь очень хороший есть способ перестать это делать и тогда вы сначала кучу выслушаете что вы плохие дети плохие внуки что-то ай-яй-яй какие все безобразники а потом они потихонечку начинают сами все для себя делать у моей бабушки началась деменция уже немножко рассказала всю жизнь бабушка манипулировала мамой обижалась на нее была и исключена исключение маме из семи так как мама вышла замуж за мужчину не той национальности но потом маму простили кто не такие вообще чтобы ее прощать вообще и сейчас мама собирается увольняться чтобы приехать к бабушке и ухаживать за ней так как на факт наличия сиделки бабушка обижается получается я могу только принять эту ситуацию так как это мамино решение да что для вот вот это вот что бабушка обижается задача детей поддержать своих родителей в меру возможностей и это очень хорошие дети которые если у их ну стариков есть проблемы находят варианты чтобы о них позаботиться например чтобы кто-то приходил и помогал по хозяйству и в этом нет ни за что обижаться и здесь ваша мама имеет полное право сказать ей мама я у меня есть еще другая жизнь и другие обязанности я для тебя делаю то что нужно делать но если ваша мама решает пожертвовать своей жизнью ради своей мамы вам остается у вас есть вариант просто ее предупредить что мама от меня такого не жди я чем могу тебе буду помогать но ты понимаешь что ты сейчас свою жизнь на нее кладешь и то есть у вас получается в вашей семье поток жизни нарушается закон и поток жизни и иерархия нарушается и баланс между давайте брать начинают вы как будто в этом запруда появилась и течение в другую сторону пытаются повернуть а это невозможно понимаете что вы можете сделать действительно посмотреть на свою маму и сказать мама это твое решение окей но я в этом не участвую финансово могу поучаствовать если есть возможность но я в этом не участвую у меня есть и своя жизнь и самое большее что вы можете и должны делать для своих родителей это жить с удовольствием это не эгоизм здесь нужно не при не при перевирать мои слова окей и так продолжу татьяна опять же ваш вопрос здравствуйте диана перейдем к вопросам вопрос в разрезе миграции как поддерживать семейные традиции связь с родными будучи в эмиграции например при праздновании праздников раньше в доме собиралась большая семья от этого присутствует легкая грусть это же касается посещения кладбища есть ли способы заменить эти ритуалы заместить что касается во первых создавайте свои ваша основная задача развернитесь к своему мужу если он у вас есть если есть дети оборудуйте свою семью посмотрите с уважением на свою родительскую семью мы об этом говорили уже в прошлый раз поклонитесь им скажите спасибо вам за все что вы мне дали возьмите какие-то традиции оттуда которые будут вам подходить и вашему мужу внимание точно так же спросите у него какие бы он традиции хотел взять из своей семьи или придумайте свои делайте какие-то свои на праздники собирайте свой стол накрывайте это и это и сделает вас взрослой я вам говорю мне прям мурашки по коленям займите место жены рядом с мужем и хозяйки в своем доме займите свое место хозяйки и вы берете те традиции вы теперь у вас эстафетная палочка в руках органе организовывайте свои какие-то хорошие традиции не вместо того чтобы сидеть и грустить о том что прошло все попрощайтесь с детством да в детстве спасибо было полный стол мне было очень хорошо и сейчас я здесь я принимаю свою жизнь там где я нахожусь и с этой точки мне очень нравится эта позиция проживать свою жизнь с той точки в которой я нахожусь организуйте ее так что касается посещение кладбища и ритуалы касательно умерших вы точно также можете есть же у нас в году какие-то праздники дяды и вот раду рад 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 радовница была во вторник да или другие моменты или там когда вы захотите или день рождения того кто умер мне очень нравится один ритуал который я прочитала в африке как делают они устраивают ужин почитание предков значит готовят какие-то блюда которые любили их предки накрывают на стол одеваются во все белое договариваются вся семья садятся за стол и можете фотографии поставить можете просто придумать свой или найти какие есть еще именно вот этим этим действием этим ужином вспомнить их или вы можете пускать еще мне очень нравится или в дяды или в день смерти в день рождения своих предков найти реку какую-то или ручеек или озеро и взять такую деревяшечку выпилить и поставить свечку на нее и пустить по реке в память о них и не нужно все время миру мертвых не нужно чтобы мы все время о них думали им нужно чтобы мы них у нас было место в сердце и мы время от времени о них вспоминали и как говорил маледома мой старый хороший друг африканский шаман который сейчас тоже среди предков к сожалению умер год назад наверно тоже оттуда смотрит он говорил так предки сидят там и смотрят на нас как по телевизору и если у нас здесь ничего не происходит им становится скучно они махают рукой и идут куда-нибудь по другим делам вот предкам хорошо когда нам хорошо это тем предкам вот когда-нибудь поговорим на одном эфире разница между умершими предками не все умершие являются предками на всякий случай не все умершие упокоились их нужно отпускать во-первых и иногда бывает так что те кто умерли еще и не понимают что они умерли когда была резкая смерть или в коме или еще или аварии или еще что-нибудь поэтому здесь тоже очень важный момент как провожать умерших на самом деле чтобы они умерли они умирают когда у нас тоже память уходит о них нам нужно их дать им место чтобы они умерли умерли забыть все как они умерли если не тяжело или плохо умерли и проводить их чтобы они ушли туда на небеса к предкам и вспоминать например светло если что такое светлая память вспоминать как они жили что хорошего было в их жизнь вот например ритуал ты такой можете тоже татьяна делать устраивать такие вечера памяти как они жили и что хорошего было в жизни и что они сделали для того чтобы я здесь сейчас была и опять же что я живу с удовольствием так вот слышала такое мнение наталья пишет татьяна дописала огромное спасибо за такое емкие подробные ответы очень откликаются слова идеи есть на чем подумать благодарю вас тоже татьяна наталья написала шикарный вопрос слышала такое мнение что чтобы не становиться мамой для других людей подруга маме мужчине нужно в своей собственной родительской семье быть на место ребенка на что обратить внимание что поможет в этом и да и нет постараюсь быть краткой и да и нет почему нужно уйти на свое место в родительской семье не нарушение делать те нарушения по иерархии о которых я вам говорила не дружить с родителями и не быть им партнерами ассистентами не опекать их не быть им родителями и не быть маленькой деткой для них уйти на свое место то есть уйти на место ребенка взрослого дочери или сына но по их они старше я всего лишь ваш ребенок вы даете а я принимаю напитаться от них если это возможно нет не все родители могут давать если невозможно от них надо будет пометить как-нибудь рассказать как можно в других источниках можно у других людей брать друг другу по поддерживать можно есть масса всего где можно напитаться но в любом случае уйти на свое место у меня вот режет ухо слова ребенка до чтобы не перепутать и не стать ребенком инфантильным ребенком ребенком занять место и сказать перестать опекать родителей тогда вы по-другому начните опекать одного единственного человека на земле себя вспомните все то что вам когда-то не додали родители начинайте внутри сами себе это давать потому что мы очень часто мамами становятся для других людей пытаемся им дать в ожидании что они нам дадут и мы тогда получим то что нужно нам а самый простой способ зачем вам с такими зачем вам ехать ехать в этот в в могилев через париж вы же можете напрямую начните хорошо стать тем мамой самой себе вот это самый лучший способ который поможет вам перестать опекать других людей перестать все время их питать это процесс и он очень интересный и благодарен я прямо вижу как люди расцветают как у них лица меняются когда они начинают этому процессу в этом процессе жить и если он не получается самому потому что там есть особенности приходите на консультацию или я осенью запускаю курс он и для специалистов и для тех кто хочет себе помочь именно работа с внутренними детьми особенностями и смотрят с внутренним частями со своей внутренней системой можно очень много вещей наладить самим собой так важно ли ребенку иметь свою собственную комнату ну смотря какой возраст у ребенка до года до 2 до во первых это зависит от ваших условий если вы живете в однокомнатной квартире то хотя бы угол ребенку отделить любому человеку крайне важно иметь свою собственную территорию зависимости от того какие у вас условия если ребенок маленький до года ему крайне полезно спать с родителями до года до двух потому что нервная система ребенка ориентируется на взрослых и если вы можете прекрасно быть оборудованы вот этими прослушивающими устройствами вы все слышите вроде все контролируете но ваш ребенок лежит там один и он умер потому что там нету нервной системы на которую можно сориентироваться и а и у ребенка это идет как пи это потеряно это часто те люди которых вот так оставляют одни в комнате потеряны точно также как очень вредно до 3 4 5 лет носить детей с собой и до 3 4 5 лет кормить грудью потому что это уже другая крайность когда оторвать от себя не могут и когда они дают возможности немножко автономии от мамы это это еще я не знаю что вреднее то это крайне вредно то есть если ребенок постарше и у вас позволяют условия конечно хорошо сделать ему комнату если условия не позволяют хотя бы угол отведите чтобы у ребенка было свое пространство если детей несколько и они делят комнату все равно очень важно чтобы у каждого был свой уголок у них может быть общее пространство и должен быть какое-то пространство именно для этого ребенка и последний вопрос и какие последствия если мальчик с 3 до 7 лет спал с мамой папа был на заработках последствия могут быть самые разные и их может не быть вот так в этом нет ничего страшного если ребенок спал с мамой если это было как ну вот просто рядом спать если мама тайно искала себе тепло в своем ребенке вот если вы анна задайте себе честно честно вопрос с какой целью ребенок спал с вами он хотел рядом под бочком мамы нормально тоже можно по чуть-чуть отодвигать но все равно если вместо было свободно именно как ребенок погреться получить что-то от мамы или если у вас более тесная с ним связь симбиоз тогда это вредно и для вас и для него понимаете здесь нужно смотреть конкретно и знаете мне очень нравится одна очень нравится такая позиция что мы не идеальные родители для своих детей во первых мы не все знаем эти законы и даже когда их знаем иногда есть люди которые когда их узнают начинают с ума сходить их очень жестко пытаться в себя в них засунуть и всех ближе всех свое окружение засунуть но даже берд хеллингер говорил эти законы они очень важны но они динамичны не поднись засовывать тебе себя в них а смотрите как гибко чтобы вы найти место себе правильное понимать их учиться их понимать живо они заучиванием и поэтому здесь точно так же даже если ну накосячила ну не идеальная мама ничего исправим что можем исправим и ты сынок как раз в 6 7 лет у ребенка особенно если папы не было конечно же первое что он хотел постарше уже став 3 может еще хотел просто рядом с мамой спать а в 6 7 естественно он уже чувствует что маме не хватает рядом мужчины рядом и здесь очень важно посмотреть сыну в глаза и сказать ему сынок мой муж вот он а ты наш сын когда ты вырастешь ты найдешь себе свою возлюбленную конечно я скучаю по папе когда его нет рядом но это нормально это и есть моя любовь и она направлена к нему и ребенка в детскую как я называю вот так думала полчаса провести эфир оказался час ну что рада очень была вас всех по крайней мере видеть что у нас вот 25 участников растет количество в прошлый раз было где-то 15 огромное спасибо за ваше внимание за ваше участие за ваши вопросы обязательно будем продолжать через два две недели будет очередной эфир в начале мая что мы будем говорить еще не знаю подумаю были у меня идеи может быть предлагаю поговорить наверно тем очень много возможно поговорим про пару и семью вот сегодня я пост можете у меня почему от вышел есть пост про пару и семью если интересно пишите его вообще пишите какие вам темы интересны и вот была рада слышать видеть и всем до свидания всего доброго